Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Timber and Stone, мне только что 1000 FPS было написано. Вот. Не могу сказать, что у меня очень хорошие новости, потому что инженера нам придется качать на тренировочных манекенах. Вся информация, которую я нашел в интернете, гласит о том, что, да, инженеры сейчас не очень востребованы в этой игре, но, чтобы построить вот такие двери великолепные, нам придется прокачать инженера. Ну, ладно, мы вместе с инженером прокачаем еще и этих, собственно, да, бойцов наших. Сейчас я верну на свою основную работу фуражира, да, где он, фуражир, вот, давай. С фермерства, да, перекинем немного грядочки пособирали. Давайте сейчас мы еще Тейлора вернем, наверное, да, со строительства, потому что нам сейчас понадобится очень-очень много ткани. Ткани? Тьфу, не ткани, вот этих вот, твайна. Так, так, тихо, это у нас закончилось уже все. Давайте порасходуем, наверное, спайдер силк на это дело и израсходуем... Ну, вот, флакс немного жалко, потому что из флакса мы как раз делаем... О, смотрите. Немного овец постригли. Из флакса мы как раз делаем... Ну, ладно, нам сейчас важнее двери сделать, мне кажется. Двери хотя бы будут стрелять по дверям, да? Возможно, разные гоблины гадские и двери сгоряют. Как обидно будет. Хотя, я думаю, раз они из металла сделаны, да, хотя бы из меди, то сгореть так просто не должны. Ну, короче, давайте сделаем еще здесь 20-25, там получится. Поэтому Тейлор, да, занимается. Занимается, хорошо, все, 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 все растет, все грядочки. Я даже, наверное, все-таки уберу... Нет, не буду, я сейчас не хочу его убирать. Слушайте, у нас проблемы с едой. Я заметил, да, что еда тает потихонечку. Ну, так... Хердера давайте мы вернем тоже на работу, за зверюшками ухаживать. Тут-то хоть сейчас сена вроде хватает у них, да, но все-таки... Но все-таки хотелось бы побольше. Ну, и сейчас еды немного раздобудут. Так, лесник бездельничает. Лесник бездельничает. Вот, мы, в принципе, можем... Какие-то пни плоские стали. Что с ними не так? Пни, что с вами такое? Какие-то вы странные немного. Ого, смотрите, какие они. На самом деле, а? Ну, во-первых, давайте я сейчас уберу частично какое-то количество пней здесь. Так, чтобы, ну, пореже они были. Слишком густо засадил. Вот так вот. Это саплинг пока, он нас не интересует. Хорошо. Хорошо, поехали. Давайте скорость я больше включу уже. И сейчас нам нужен будет тоже инженер. Инженер. Кто наш... Вот наш инженер. Стоун Мэйсон. Стоун Мэйсон. Ну... Как там наша стеночка вот эта? Слушайте. Стеночка готова. Да, отлично. Ну, значит, Стоун Мэйсона можно отправлять на инжиниринг. Инжиниринг. Так, хорошо. И давай... Слушайте, это опять какие-то нити. Камни были. Блин. Так, ну зато сейчас светло. И я могу... Давайте сейчас выкопаем. Ну, чтобы та стенка целая была нормальная, адекватная. А здесь, кстати, да, мы не достроили, потому что не достают наши ребята. Здесь они достали за счет, наверное, вот этих вот подъемчиков, да, как-то. А здесь, может, просто занято чем-то другим. В любом случае... В любом случае, давайте мы поставим двери... Вот такие арочные красивые дверки сюда. И, возможно, даже сюда сразу поставим, пока там не выкопали. А потом выкопают, и мы переделаем. Зато посмотрим, что будет. Смогут выкопать это дело или не смогут. Так. Ты у нас инженер. Да, инженер. Мы инженера задействовали, но так его и не озадачили. Ну, сейчас озадачим. Объекты милитари. Тренинг дамя. Да. Ну, будем строить. Нам, как бы, больше ничего не остается, кроме как строить эти тренировочные куклы. В невероятном количестве, наверное. Потому что они, ну, довольно медленно качают скилл. Вот. Поэтому давайте мы сейчас разместим их побольше. Даже, наверное, для лучников сделаю еще... Некрасиво получится, да? Ладно. Тогда пока не сделаю. Давайте хотя бы вот с этого начнем. А там заодно проследим, как быстро качается у него скилл. Я, по-моему, правда смотрел? Уже, да? Если я не ошибаюсь. Может, не смотрел. Ну, где-то. Инженерик. Обрадуй меня, пожалуйста. Пожалуйста. Чтобы я не очень сильно расстраивался. Я хочу вот эти двери. Но я не хочу ставить какие-то обычные двери на воротах нашей крепости будущей. Я хочу нормальные. Нет, смотрите. В принципе, не так все плохо. Да? Пару десятков еще сделать кукол тренировочных. И... Дело в шляпе. Так. Тейлор. Тейлор говорит, что он уже закончил делать все, что мог. Давайте мы тогда его... С Тейлорства... Давайте немного подкачаем его как бойца, в принципе. В принципе, я не против. Только надо его сразу, да? Ему задать, чтобы он комбо-тренингом занимался. Свободное от работы время. Дырки эти я обязательно заделаю. Попозже немного. Так. Стоунмейсон у нас один работает. Деревья растут. Пеньки вроде повыкорчевывали чуток, да? Но все равно немного густо. Ладно. Посмотрим потом. Ребята освободятся. Какие-то бездельники появятся. Тогда мы будем уже с ними разбираться. Да. Это еще штуки четыре. Только чтобы мы подняли пятый левел, да? А после пятого нам еще качать и качать. До седьмого. Шестой, потом седьмой. Ну, короче. Да. Я их почему-то ставлю в обратную сторону. Но они поворачиваются в нужную сторону. Так что нормально. Не страшно. О, курочку несет. Ральф. Это хорошо. Давайте посмотрим, что там у меня, кстати, с перьями. Ух ты, четырнадцать штук. Слушайте, мы сейчас можем еще и наделать... Да, нормально так можем наделать этих... Стрел. Интересно. Интересно. Как у тебя дела? Третьего левела. Копье, интересно, ломается. Во время тренировки такой. По идее, по идее, должно ломаться. По идее. Но как там? На самом деле, я даже не знаю. Что там? Давайте посмотрим, что у нас тут с шахтой с нашей, да? Можно даже переделать сейчас немного стенку. Кстати, дверь вот вроде не сломалась. Так, давайте объекты... Нет, не объекты. Конструкции. Стены. И поищем... Это, наверное, кастлбрик у нас обычный. Че это я? Не знаю, че это я. Так, а тут... Самый дешевый... Вот этот вот камушек. Давайте мы... Вот так вот сделаем. Оп. О, кабанчик идет. Кабанчик. Идет к нам. Отлично. Так, хорошо. И теперь выкопаем... Даже, наверное, вот здесь двойной такой проходик я сделал. Вот так вот, да? Этого будет достаточно. Хотя, с другой стороны, блин, а если они будут прыгать отсюда, мобы, да? Падать. Блин. Я даже немного озадачен. Поэтому давайте мы сейчас что-то попробуем как-то... Крышу... Нет, 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 нет. Здесь просто, наверное, надо будет поставить еще в два блока высотой. В два блока высотой. Вот так вот, стеночку, да? Угу. И вот здесь. Вот так вот. Нет, надо выше. Ну, мне... В одну клетку, пожалуйста... Да, что такое? Вот как-то так, наверное, сделаем. Нет, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вот это лишнее. Ну да, так вот точно. По идее, если мобы не могут проходить через два блока, как мне вот ребята писали вроде, да, то... Это то, что нам нужно. А нет, здесь в принципе нормально. Можно было здесь просто выкопать, кстати, да? Я что-то не подумал об этом. И там можно было выкопать что-то. И не делать прям такую же высокую стенку. Вот так вот сделаем ее. Угу, угу, угу. Ну так. А здесь немножечко мы просто уберем вот эти вот три блока. Так, торговец, 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 торговец к нам идет. Но у нас Сандрин недалеко от торгового поста. Далеко наш торговец пока что, но ничего. Кстати, инженер уже освободился. Ну что, инженер, порадуй меня. Пятый левел. Пол шестого, пол шестого. И давайте посмотрим, как у нас флакс еще есть. И твайн еще есть, да? Давайте пока тогда наставим еще манекенов. Объекты. Милитари. Это еще пять штук могу поставить. Ну окей. Окей, пять штук. Так, пять штук. Раз, два, три, четыре, пять. Я даже шесть сразу поставлю. Вот как-то так. Сандрин. Сандрин. Вот Сандрин. Далеко не уходи. Ты мне сейчас понадобишься. Так. Давид шахтер бездельничает. А, я понял. Сандрин сейчас далеко не уйдет. Вот и так. Значит, давайте мы зададим немного работы для наших шахтеров. Опустим этот уровень и посмотрим, что... Ууууу, смотрите, да? Что я вижу. Обалдеть. Сразу два кусочка... Эм... Два кусочка... Так, я вот эту кнопочку хотел нажимать. Два кусочка меди. Так, давайте я здесь опущу... Вниз на один блок пока что, да? А здесь... Мы пойдем дальше копать. Пойдем дальше делать шахту такую вглубь этого холма. Вообще, тут еще мы должны найти мифрил где-то будем. А, вот где искать мифрил? Вот это пока для меня остается вопросом. Так, Сандрин, Сандрин, стой, 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 стой. Это не Сандрин. Вот Сандрин, значит. Все немного похоже. Вон там торговец идет. И кабанчик еще один. Сандрин, давай сразу ему тебя на трейдер. Кстати, наверное, если торговец прокачается, да, то она должна будет более выгодные сделки нам как-то, да, совершать. Стоп, стоп, стоп. Давайте мы сейчас, может, попробуем что-то продать. Что мы можем продать? Бандашки, потому что, да, ими вроде как никто не пользуется. Давайте попробуем. Может быть... А, ножи у нас и так на продажу стоят, окей. Кирки. Ну, мне кажется, кирки никому не нужны будут. Ну, ладно, не хочу продавать их, не надо. Не стоит. Дубины, да, на продажу стоят. Короткий меч один есть. Давайте мы его тоже продадим. Хотя меч короткий еще у него массы меньше. Ну, я не спорю, что меч короткий хороший. Но мы тут с копиями так... Хотя, нет, давайте мы посмотрим. Я его, может быть, своему... Виктору, воину дам, да? Самому главному. Капитан милиции. И вот тогда-то мы... И посмотрим на лук. На лук, говорю. Блин, на... Хм... 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 Хитро. Стрела Боткина. Отлично. Так, но эти все стрелы нам не светят. Хотя вот огненные, да? Смотрите, в теории мы можем делать огненные стрелы. В теории... 10 урона, 24 урона. Слушайте, а мы можем, да, делать вот такие стрелы? Но пока у нас нетренированный народ. Давайте мы добавим... Это я уберу. Я, короче, не знаю. 14 на 4, это 40, 56, да? Выходит. Вот так вот поставим, чтобы мы все перья сейчас израсходовали и посмотрим. Может попробуем пострелять этими стрелами. Ну, я даже не знаю. Вроде больше продавать нечего. Нужно что-то производить, чтобы что-то продавать. Олова не интересует его в этот раз. Кстати, наш лесоруб бездельничает. Непорядок. Надо его куда-то отправить на работу. Пусть пока рубит эти деревья. Тут вроде недалеко относительно, да? Чтобы просто не бездельничал. Так, ну что? Давай. О! Ммм, 7 монет за 4 лука. Я согласен. Это весьма неплохо. Мы, может быть, сейчас будем тогда луки крафтить и продавать их. Эти луки вроде у нас, да, недорогие. Ну да, один твайн всего лишь навсего. Да, я хочу купить один хайд. Этот хайды мне очень нужны. Хайдов тут не напасешься. Денег у меня больше, наверное, нет. Давайте, кстати, я деньги... Отслеживать буду, отслеживать. 7 монеток осталось. Хорошо. Мы удачно продали луки. Давайте я теперь... Посмотрим, во-первых, как... Что там с луками, как их продавать? Как их крафтить? Блин, ну с другой стороны, твайн нам сейчас нужен для манекенов. И сено нам нужно для манекенов. Нам нужны, наверное, дополнительные фермеры. Дополнительные фермеры, да. Наверное, сейчас мы избавимся от шахтера одного. У нас слишком много шахтеров. Давай вот ты пойди на ферму пока что. Помогай. Еще два шахтера у меня есть. Но этот шахтер у нас... Нет, это... Да, Давид. А, он у нас кузнец. Кузнец. Ну пока... Как кузнец-то мне не нужен. Фуражер что-то. Что ты еще умеешь такого интересного? Стоунмейсон, торговец тоже. Ну нет, давай я тебя тоже, наверное, на ферму пока отправлю. Хоть что-то полезное будет. Потому что... Оу, ты все? Всех зверушек к нам принес, да? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Может где-то еще появились. Если они появляются, да? По-моему, не появляются вообще звери. Ну, я думаю, ты еще успеешь вот эту вот овцу привезти домой, да? И вот эту вот курочку. Ой. Не туда немного кликнул. Ну и все. Больше зверушек у нас тут нету. Так. Хорошо. И дальше что я хотел... Так. Пока что... Инженер у нас свободный. До шестого левела, в принципе, ему еще не очень далеко. Но все же и не близко. Давайте, может... Помейсонишь чего-нибудь. Так. А я хотел еще сделать... Да. У нас пшеница заканчивается. Потому что мы пшеницы много сейчас очень тратим. Поэтому надо пшеницу сейчас уже делать еще одно поле с пшеницей. Минимум еще одно. Ферма, пшеница. Это мы сейчас на само поле потратим. Да. Как бы тут... Еще одно поле разместить. Можно, в принципе, здесь маленькое построить. Да, такое. Давайте вот так. Пшеничечку сюда. И пшеничечку еще... Вот сюда. А, кстати, смотрите. Помещается. Да. Давайте вот так вот. Два пшеничных поля. Потому что нам нужно будет много пшеницы на кормление животных. И на всякие там манекены и прочую ерунду. Поэтому надо... Вот. И три фермера, смотрите. Нормальненько. Так уже справляются. Плюс прокачаются там остальные. Да. Дело быстрее пойдет. Возможно. Мне вот не нравится, что... Жанетта ходит. Да черти куда вообще. За... Хотя вон там ягодки где-то тут собирает. Относительно недалеко. Ну ладно. Пусть пока. Собирает. И сегодня вроде как, да, гоблины на нас не нападали. Может быть они не каждый день будут нападать, да? Как скелеты каждую ночь реально попадаются. Может реально как-то попроще будет. А еще я хотел посмотреть, может быть, вот там вот... Там кусочек... Железа есть. Давайте мы его соберем. С этой стороны вроде ничего нету. Ну ладно. Так, хорошо. Стеночка практически готова вот здесь. Только наверх еще вот эту вот часть мы не сделали. А кстати, мне вот интересно, они сделают вообще. Смогут ли вот тут стенку так сверху построить? Блоки друг к другу прилипать будут или нет? Может придется тут сверху как-то размещать ее? Ну посмотрим. В любом случае, один строитель у нас сходит строить что-то. И уже хорошо. Так, зверушкам. Интересно, места здесь хватает? Может им надо немного больше пастбища сделать? Может, может и не надо. Посмотрим. Так, у нас сейчас два стаунмейсона, насколько я понимаю, да? И мне два стаунмейсона не нужно. Поэтому давайте отправим одного опять же на ферму. На ферму, да. Потому что если сейчас закончится пшеница, а она вполне может закончиться, то будет нехорошо. Давайте лучше. Давайте лучше. Хорошо. Инженер, а ну-ка давайте посмотрим на твой инвентарь. Да, это хороший молоток у него, слушайте. Ну давайте мы ему выдадим опять же какие-то у нас копьецо. Что у нас еще есть? Может быть какой-нибудь легенький шлем, легенький нагрудничек, ботинки, которых у нас нету. Что-то я не туда кликнул и все... Что происходит? Почему все закрывается? Легенькие сапоги, которых у нас нету. Скорее всего. Слушайте, это хорошо. Это уже 12-й человек. Так, чем мы его будем озадачивать? Так, так, так. Инженером ты не будешь, ни в коем случае. Давайте, может быть, Карпантри тебя покачаем. Потому что у нас наш Карпентер занят. Может быть... Не может быть, а вполне Карпентер нам будет нужен. Ну, пусть на стрелах качается, да. Отлично. Давайте посмотрим, как там прокачка идет с одной партии стрел. Вполне хорошо. Вполне хорошо. Мы быстренько Карпентера прокачаем нормально. Ну, не до 10-го левела, конечно, на стрелах он доберется. Но все будет хорошо у него. Как Карпентер он состоится, я уверен. Так, а что ты делаешь? Ты... А, нет, там курица. Я надеялся, что он стрижет овцу. Но нет. Не сегодня. Не сегодня. Он будет стричь овцу. Кстати, да, клеит. Так. Только не говори, что ты там... Блин, она там... У-у-у, золото, ребята! Я золото нашел. Так. Вот здесь надо сделать ступенечки. Слушай, пожалуйста, прокопай вот эту вот часть. Не хочешь? Тебе бы не помешало на самом деле. Так. Мне, по-моему, сейчас нужна помощь небольшая. Так. Фермер. Давайте. Вот сейчас двоих фермеров. Троих всех фермеров, наших помощников. Да, отправим на помощь. На помощь подруге Сандрин. Надо помочь выбраться. Через два блока, да, они не забираются. Подтягиваться не умеют, ребята. Это даже хорошо. Но надо реально помочь. Это хорошо, что я заметил. Она могла с голоду помереть и все. Тут надо внимательно смотреть. Так. Ну, в целом, все. Вы мне больше не интересны, как... Как шахтеры. Поэтому давайте, ребята, возвращайтесь на ферму. Ферма ждет. Ферма нам очень сейчас там нужна. Так. Вот здесь кусочек прокопаем. Вот. В целом, хорошо. Ну-ка, что у нас? Золото мы можем копать. Десятый левел нужен. Как раз Сандрина будет сейчас выкапывать... Ну, не сейчас, но будет выкапывать золото. Но пока что я спешить не стану. Потому что золото повысит наше... Наше богатство. Богатство нашего поселения. И это будет приманивать лишних ненужных мобов к нам. Вот. А это мне сейчас не нужно совершенно. Совершенно. Так. Хорошо. Пшеничку собирают. И уже снова темнеет. Стоп. Или это уже... Нет. Это как раз темнеет. Это закат. А... Да, он это рассвет. Это что у нас там? А, это как раз то золото. Думал, может, меди кусочек появился. 78 пшеницы. Ну, я думаю, кормить животных нам хватит. Этой пшеницы, да. И остальные сейчас ребята выспятся и тоже будут помогать. Вот кровати мы сейчас тоже сделать не можем, потому что пшеницы мало. То есть, если мы сейчас просто потратим всю пшеницу, то помрут наши зверушки. Слушайте, он, по-моему, подошел и огрел дубиной кабанчика. Как мне показалось. Хитро. Давайте посмотрим еще, что у нас по ресурсам. 0 фура. Уууу, флакса уже много, да. Мы можем сделать 50 твайна сейчас себе. Да. 50. Спайдер силка нету. И что там наш Тейлор думает по этому поводу? Тейлор думает, что... А, ну хорошо. Он прокачался до 9 левела. Как боец, да. Я думаю, даже мы дождемся, пока он десяткой станет. Тут недолго. Здесь проспится, а потом уже будем заниматься. Так, у нас Карпентер бездельничает сейчас, да? Потому что у него... Точнее, он бездельничает здесь, возле вагончика. Потому что я ему опять не задал место дислокации. Так, а почему... Или ты уже все стрелы сделал? Ну, похоже на то. Похоже на то. Ммм... Ну, что я могу тебе предложить? Пойти и побыть немного фермером. Ну вот, мне кажется, что слишком уже много фермеров у нас. И они сейчас все засадят. И будут ждать все дружненько, пока все это дело созреет. Хотя нет, смотрите. Собирают еще хлопок. Не хлопок, а лен. Кукурузы еще немного есть. Так что нормально в целом. Так, и надо опять же следить за воротами. Так, а мне... Что, 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 что? Как получилось, что он... А, он сверху здесь спустился. Он не отсюда пришел. Он спустился сверху. С той стороны. Даже можно, мне кажется, вот эти вот пару кусочков скопать. На всякий случай, да? Чтобы с этой стороны мы могли там на стеночке забираться. А с той стороны они не смогут в любом случае забраться. Вот, теперь уж точно. Правильно? Все, строитель бездельничает. Виктор, в чем твои проблемы? Куда ты идешь? А, за камнем пошел. Ну ладно. Ну ладно. Так, у нас еще, да, опять же освободился наш лесник. Ну, давайте мы таки засадим еще здесь немного деревьев. А что это за дырки у нас тут какие-то? Это от пеньков дырки. Что-то, что-то мои пеньки, по-моему, провалились немного, да? Под землю. Мне кажется. По-моему, реально провалились. Так, объекты, декорации и немного деревьев здесь еще посадим. По-моему, пошире так, пошире здесь у нас будет свой небольшой лес. Так. Ну вот, как-то так, я думаю. Такого леса нам тут хватит в целом. Если что, потом досадим немного. Так, хорошо, ребята, на этом я серию буду заканчивать. Спайдер. Жанетта заметила паука, но пауке проблем никаких не составляют. И сейчас же на паук убегает от Жанетты. Одна тычка, да, и паука больше нету с нами. С пауками, да. Разговор у нас короткий. Главное, чтобы не было каких-то волков или гоблинов, скелетов. Вот. Но в любом случае потом. Посмотрим уже, что там с волками и скелетами. Пока что, ребята, да, я буду с вами прощаться. Следующая серия мы продолжим. Наверное, инженера мы не докачаем в следующей серии. Но будем стараться, будем стараться. Но пока что, да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.